Сто бюджетных мест и новые специальности. Ленский технологический техникум начинает учебный год. На днях состоялось первое профориентационное собеседование абитуриентов. В этом году, кроме привычных профессий, таких как автомеханик, электромонтер, им предлагают и абсолютно новые специальности. Какие, расскажет Дмитрий Вильчевский. Количество абитуриентов растет каждый год. Ленский технологический техникум воспринимается выпускниками школ как удачный старт на пути получения высшего образования. Есть спрос, есть предложение. В этом году образовательное учреждение получило лицензии на две новые, актуальные для нашего региона специальности. В этом году мы открыли две новые профессии. Это мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов и слесарь. Слесарь-универсал. При получении этой профессии, по окончании профессии, наши студенты получат три квалификации. Также девочки у нас поступают на коммерческой основе по профессии экономика и бухучет, по специальности экономика и бухучет. И впервые в нашем техникуме в этом году новая форма заочная вечерняя – это пожарные на базе 11 классов. Особой практикой в техникуме пользуется работа с предприятиями, что в последующем дают возможность студентам трудоустроиться. В среднем срок обучения в техникуме – три года. Например, автомеханики учатся два года и десять месяцев. За это время студент может получить водительские права категории Б и С, диплом автослесаря и удостоверение мастера заправочной станции. Хорошая рабочая специальность становится фундаментом для дальнейшего повышения квалификации. Диплом о среднеспециальном образовании – это всего лишь первый шаг. Но какой бы путь ни выбрал выпускник техникума – продолжить учиться или начать работать – это уже уверенный взгляд в будущее. Дмитрий Вильчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».